По профилю нашего комитета, законодательного собрания, могу ответственно свидетельствовать, что правительство Камчатского края в 2021 году ориентировалось на выполнение трех ключевых задач. Первая – это стабилизация межбюджетных отношений с муниципальными образованиями, выстраивание нового формата межбюджетных отношений. Вторая задача – это наполнение доходов краевого бюджета, местных бюджетов, работа с налогоплательщиками. Ну и третья – все, что касается диверсификации экономики региона и работы с предпринимательством, работа, связанная с непростой ситуацией в экономике в 2021 году в силу ограничительных мер. И мы видим, что те развернутые материалы, которые представлены к отчету о результатах работы правительства за 2021 год, дают нам весомые аргументы, что правительство с этой задачей справилось. Вместе с тем коллеги-депутаты сформировали традиционный перечень вопросов. Они касаются таких трех блоков – общественный сектор экономики, все, что касается образования, здравоохранения, социальной политики, сама экономика, все, что касается строительства, жилищно-коммунального хозяйства, работы наших рыбохозяйственных компаний. Ну и третий блок вопросов наших – это пространственное развитие Камчатского края, будущее сельских поселений, отдаленных территорий, Калиасского округа. Этому вопросу тоже депутаты уделяют самое пристальное внимание. Продолжение следует...